вот одно из главных достопримечательностей абхазии вот это озеро в котором нельзя купаться максимум умыться как сказали абхазцы озеро рица насладитесь 4к я не знаю передает максимально жемчужина абхазии конечно шикарно тут можно без слов вы поглядите на катамаранах катается на все но купаться нельзя люди не купаются первое запрещено очень холодно как сказали тут я мы наступаешь два шага все обрызть чистейшее вон дно видно чистота а вот это еще снег это гагры и это театр вот ездим на таком экскурсионном автобусе ки ну это абхазия тут намного но тут уже это субтропики но сочи а для тоже считаются субтропики но тут более конечно климат уже тропический то есть ого вот это видоны чо недалеко кстати тут дача сталина то есть у него кстати несколько тут по моему пять дач в абхазии и он ездил разные времена года на разные места чтобы где-то для дыхания где-то для сосудов офигеть вода чисто этого мне а для чистейшая вода с адлером и сочи не сравнить офигенно воздух сталин тут лечил легкие у него были проблемы с дыханием он вот тут напитывался вот меня удивлять о сталине почему я так много знаю не люблю сталин тут намного свежее воздух чем сочи растительность и больше вода чище абхазия все экскурсия едем дальше дорога ребята вроде видишь так программ спокойно тут на тебе пожалуйста 2 карниз это все взрывали динамитами карнизом дорогу прокладывали вами иначе невозможно было к озеру пробиться потому что знаете вот река веб-шар-дана вытекает ясно логично что кто-то просто пойдешь наверх выйдешь ходим конструктор нажмите на разы пожалуйста красиво так справа сидящие ваша очередь на обратном пути не вижу это мимо не проедем также вас прокатим спасибо огромное прокате интересность левосторонний тип правильного шашу ничего страшного на паспорте это хорошо и сколько литров это смотрят челка зависит не меньше 15 вот сколько улев ну вот в такой 15 литров выдают они за сезон как мне сказали какие же тут виды а сказали иногда цапают вот таких вот людей как я кто подходит сильно близко самолитая часть мёда должна принять структуру виде сок и там пока есть любой мёд такой бы он не был любой он абхазский там российский гречечный митровый любой сон он просто обязан показать вам структуру виде сон вот они моменты великолепные когда ты осознаешь путешествие у тебя идет вовсю да 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 это кавказ голубой цвет вот тут такая беседочка люди сидят и папа видоныч открывается людей куча ну а я тут стою на камне потому что рискую оба роскошно вот это виды а видите шланг тянется тянется оба пять часов пути на машине начало штормить то ли давление упало то ли что башка трещит тяжело тяжело дается поездка но контент все для вас так вот тарзанка смотрите вот отсюда шмаляет вот она канадка мало ехать вот если бы с той горы гнали это было бы круто но я у нас встречает 3 это ребята ущелье это это и дай шар святого числи еще куда он его чистоте но я ганать и так она вот забудьте там при дожде при линии вот это Река Юг Шара, ребята, пожалуйста. Здесь также форель, лосось, все остальное. Ездим, смотрим все. После Чачи, тем более, как в мультфильме находишься. Это красоты. Такие, что я в шоке. Вот это видосы, а. Вот она, мощь Абхазии. Вот это я понимаю, а. Воздух, горы. Кстати, это, сейчас поднялись чуть повыше, где-то на 500 метров, башка уже начала попаливать. Потому что я 20 лет жил возле алюминиевого завода. Моя башка легкие сейчас говорят, стоп, что это вообще? Это как называется? Это чистый воздух называется. Много, много ветхого жилья, кстати. Очень много. Я думаю, может, было бы больше красивых домов и не такие убитые дороги. Вот едем, ямы. Но из-за того, что была война в 92 году, Грузия напала на Абхазию. Кстати, тут и заметно. Вот экскурсовод, как говорит, на нас напали без объявления войны. Ну, то есть обида тут невероятная. У абхазцев на грузин уже держится. Так, в 92 году была война. Господи, я и дату после чачи и медовухи, вот, не люблю я такое, что я дату забываю. Вот, по-моему, не по-моему, 14 августа 92 года Грузия напала и в экономическом плане подкосили Абхазию. Так бы тут было все намного круче. Ну, а так, воздух. И какая обида у многих абхазцев до сих пор. Я не знаю, мне кажется, абхазцы и грузины, ну, обида страшная, что у тех, что у тех. Все рассказы, как там давили танками вот тут рассказывают, это людей давили танками прямо. Это... Водопад называется «Мужские слезы». Ну, девушки довольны. Волкодав такой сидит. Не знаю, как туда зайти пообедать, я не знаю. Так, ну, а вот обычная жизнь жителей Абхазии. Свой домик. Сад, винограды всякие. Вот тополь затесался. Хотя, какой это тополь. На тополе растут вот такие груши или что это? Ну, шикардос. Ха-а-а-а. Вкральчатина. Мерседес с абхазскими номерами. Это король Абхазии живет тут. вот она виноградная лазарь вот тут выращивать а джимбаха очень любимое вино сталина сказать миф и фасет учу чудец в общем в абхазии классно удивляюсь как там все лакают там какие-то две девки с урала так они бочку готовы сейчас вообще в абхазии проживает 300 тысяч населения и это объясняет что они друг за другом они держатся тут видно то есть это их республика маленькое местечко абхазии не прямо видно друг за друга стоят если хотите отдохнуть в чистейшем месте не в адлере не в сочи то в абхазию воздух чище вода чище хотите покой и чистоту это абхазия жду вас такие виды вот оно море и чтобы зайти в этот храм девушкам нужны повязки и шортах туда не пускают мужиков шортах пускают если закрыты колени то есть я вот как мог сейчас попытаюсь зайти а а а очень древнее место видите как тут орут птицы это же это звук это не наложены слушайтесь как будто они ель пилят а кипарис вот это сейчас бахом и водопады ошалительные буйков нету кстати более такой открытый мир так скажу какая свежесть павлин чистейший павлин люди в шоке я бы хотел этой водой умыться конечно вот она абхазия настоящая так вот она граница с абхазией ну час тут проведете сто процентов так суда теперь это видео написано пить абхазии абхазии название международной а сверху а просто написано просто ребят это обладено абхазском языке на нашем абсы это душа то есть страна души дословный прямой переводы в это с абхазской языка на русский обслуживаться вы знали и и и и Субтитры сделал DimaTorzok